Всем привет! На связи Ариадна Черкасова, главный бухгалтер компании MyBuchKZ. В этом видео предлагаю разобраться с интересным вопросом, который звучит так. У организации есть налоговая задолженность, которую нечем оплатить, но при этом есть накопленная сумма дебиторской задолженности, которые должны контрагенты. Можно ли сделать так, чтобы налоговая взыскала дебиторскую задолженность в счет погашения налоговой задолженности? Ответы придется искать у великого и могучего налогового кодекса. А там в 123 статье говорится, налогоплательщик обязан не позднее 10 рабочих дней со дня получения уведомления о погашении налоговой задолженности представить список в налоговый орган своих дебиторов с расшифровкой сумм дебиторской задолженности в разрезе контрагентов. На основании этого списка налоговая направляет дебиторам уведомление о том, что на деньги на их банковских счетах накладывается взыскание в счет погашения налоговой задолженности налогоплательщика. Дебиторы, в свою очередь, обязаны в течение 20 рабочих дней с даты получения уведомления представить в налоговую акт сверки взаиморасчетов, подписанный совместно с налогоплательщиком. Учтите, что акт сверки составляется на дату получения уведомления. Затем налоговая выставляет в банк дебитора инкассовое распоряжение. На его основании банк списывает со счета дебитора сумму в счет погашения налоговой задолженности того налогоплательщика, которому должен дебитор. Подытожим? Если в организации нет свободных денег для погашения налоговой задолженности, но есть должники дебиторы, можно погасить задолженность за их счет. И лучше не оттягивать, а ускорить эту процедуру. Можно самостоятельно подать в налоговую пояснение о причинах возникновения налоговой задолженности, список дебиторов и подписанный с двух сторон акт сверки взаиморасчетов с ними. Надеюсь, что вопросов по этой теме у вас больше не возникнет. Но в случае чего специалисты компании MyBookKZ всегда могут вас проконсультировать.